официальное открытие зимнего спиннинга вы посмотрите на вот этого вот опа есть друзья сделал смену приманки кабанюра судачара 3 грамма розовый грузик приветствую вас друзья на канале фаворит фишинг в кадре дюри вознюк и сегодня у нас настоящий зимний спиннинг выбрался я с товарищем александром на прекрасную речку тетерев в район тригирья на дынышовскую плотину в первую очередь хочу вас всех очень сильно поблагодарить за количество лайков комментариев и просмотров видео с крупными якунями где мы запускали конкурс на две пачки вольфрама и три пачки силикона жму вам руку всех вас крепко обнимая спасибо что вы с нами спасибо что вы смотрите нам это очень приятно и в первом комментарии под этим видео будет закреплен победитель который выиграл все эти призывете на сайт выберите приманки выберите цвет вольфрама и участвуйте с нами оставайтесь с нами я буду ловить рыбу сегодня цель щука и крупный окунь я не знаю как получится как будет но уже зима уже декабрь мороз но снега пока еще нет но будет и думаю интересная рыбалка нужно открывать сезон зимнего спиннинга перемещаюсь друзья к точкам и увидел интересную картину житомирщина очень красиво здесь места прям реально сказочные вижу такие постройки строят на воде понтоны для одного из сериалов снимают фильм просто ну честно сказать я малость удивлен удивлен красотой удивлен этим всем будем сейчас пробовать ловить начиная свою ловлю с свимимпакт фета 2 и 8 хорошая поисковая приманка в этих местах щука в этих местах окуня и надеюсь что сегодня рыбка нас порадует прохлада с утра был мороз до минус трех минус четырех пока доехали по городу попили с кофе йог здесь много зацепов это участок ниже третийской плотины село дэныши такая известная житомирская мека житомирских рыболовов спиннингистов места здесь далеко не дикие места здесь далеко не супер-пупер секретные но общедоступные места что ни на есть трудовые нельзя сказать что ты сюда приехал и сразу много и крупной рыбы поймал но тем не менее перейду к дамбе там участок с течением и там есть шанс поймать я очень люблю друзья эти места по одна из причин красота вот эти вот каменные валуны поросшие мхом высокие берега такая реально аутентичная обстановка и такое впечатление как будто ты где-то в каком-то средневековье вода шумит рыбка должна сегодня себя проявить и проклюнуться очень люблю рыбалку в понедельник сегодня выходной у меня а у многих людей рабочий когда-то на выходных работаешь ресторан банкеты корпоративы где звонят юрец там были там были там поймали там были хорошие сходы ты думаешь но я выйду в понедельник на выходной вы пойдете в офис и я буду рыбку на вики вас дразнить красота вырвала дерево такое с корнями максимально нужно до бросить под бетонную конструкцию 08 нитка не сильно дает мне это сделать при ямочке должен стоять или голодный окунь или голодная щука какая-то джигриг все-таки перспективнее в такой методике ловли не так часто цепляется и принципе при зацепах он сдерла свинец со свинца зерла краску но тем не менее здесь места затертые просто ддр эти места здесь словит чуть ли не весь город житомир и не только наверно город житомир учитывая фактор того что даже морозы здесь не особо замерзает идет поток свежей воды присутствует течение исходя из этого рыбки здесь комфортно вода здесь насыщена кислородами либо тоже не может не кушать она должна здесь питаться и на по сути это и делает неспроста сегодня взял фаворит профессионал лайки к универсал до 12 даже в такую минусовую температуру он имеет широкие отверстия в кольцах что нам дает перспективу нечастого оберзания колец их можно без проблем тот же skyline раненки тонюсенькие дальнобойный береговой light можно поиметь проблемы даже не знаю поломать кончик или повыбивать торзайтовые вкладки в кольцах а вот такой вот относительно бюджетный light сегмент позволяет и комфортно ловить очень приятный в руке дальность заброса тоже принципе 08 нитки забрасываю почти под самую дамбу не имея как бы таковых проблем подмерзает уже чуть-чуть шнурок кольца но обработал кстати друзья расскажу вам несколько рыболовных лайфхаков по обработке шнура множество есть там разных антиобределительных средств всевозможные спреи дешево быстро сердито или johnson's baby данная ситуация baby born обработал свой шнур с вечера на ватный спунжик для снятия макияжа наносите небольшое относительно количество масла пропитывайте шпулю аккуратненько по кругу по кругу по кругу прошли с вечера и на утро перед рыбалкой этом грубо говоря на 7 часов навел будильник на 8 мы сашей договорились пока доехали девять грубо раза два часа она еще пропиталась и в таком амплуа вы можете не переживать как минимум на несколько часов что ваш шнур будет обмерзать налипать на него кристаллы воды вот эти вот бурульки кольца тоже можно слегка промазать пропускает с ним инпакта зацепился это был бы не я это был бы друзья не я несколько раз уже друзья оборвался здесь очень много всегда зацепов опа есть рыба друзья есть рыба и хороший окунь опа а щучка и она запуталась об металлическую конструкцию как ее достать я не знаю это просто какой-то анриал это ж надо такое плюнула щука зацепилась об металлическую конструкцию хитом висит об рыба сошла ну естественно и так сделал четкий такой заброс про тащил но увы так делаю еще раз замену и все и на этом эксперименты заканчиваются пойдем дальше опа есть друзья сделал смену приманки и таки все таки какая-то рыбка попалась вроде бы как щука да что значит смена приманки что значит а нет судачок друзья я еще больше удивлен я здесь крайне редко ловил судака я про него слышал ну такой уже в рамках скажем так этого места этой дамбы судак то есть речка тетерь имеет большую протяженность ну хорошенький красавчик кочегар прям такой ах ты как он активно прокидалишь место ну сумасшедшее количество раз я уже просто реально устал менять приманки и вот такой вот красавчик зимний декабрьский судачок favorite professional easy shiner в таком интересном цвете 4 грамма груз данное место данный участок речки тетерев не предполагал скажем так так сейчас его крючочки апрекат так красавчик резвый шел я я удивлен я удивлен удивлен удивлению нету предела место здесь очень запрессованная в это место верно только ленивый не знает и здесь не ловит ну поимка судачка даже такого грамм там ну на 400 наверно может ами пол килограмма нет для меня большая удача и для меня то есть скажем так в этом участке я поймал первый раз за все свое время здесь рыбачу доводит и часто судака щука до окунь до некоторые ребята модели за жены джи головля поймать но я больше удивился поимка судачка поменяли множество приманок поменяли множество оттенков цветов и были поклевки судачка были отбитые пятки хвосты для окуня это немножко не характерная методика поведения вот в касательно приманок хвостов вот этих вот всех тюансов но судачок на дынышовской плотине для меня я думаю многие житомиряне кто смотрит меня кто здесь рыбачит думаю вы тоже удивитесь хотя если вы ловили житомиряне пишите пожалуйста ловили вы здесь судачка и какого размера может даже крупные какие-то попадались у вас друзья перейду на такой каскад камней хочу вам немножко показать вот такие вот красивенные камни скалистые породы вот это вот собственно говоря дынышивская дамба высота ну мне кажется 4 метра если не больше наверное метра может 6 реально очень высоко сплошные валуны и хочу сейчас попробовать пробросать здесь перпендикулярно каменным створом перейду сюда так бетонные сваи вытек с воды делаем максимальный заброс вот те бетонные конструкции приманку будет сейчас сносить и в таком вот амплуа можно очень неплохо порыбачить можно сейчас заработать поклевку и щуки и судака и окуня и уж сами видели глубины которые здесь вот это вот еще одна хорошенькая рыбка друзья стоило сменить место стоило сменить локацию и мы имеем я не знаю что это за рыба но это это еще один крупный судак друзья это еще один кабанюра судачара это просто анриал анриал какой красавец кочегар красота вытек с воды заброс под самые эти у меня просто отсутствуют слова это просто какой-то судачий клондайк вы посмотрите на вот этого вот ой-ой-ой на вот этого вот красивенного судака я просто настолько рыбалка непредсказуемая настолько так судачок любимый дорогой ой красавец вот это вот уже судачок друзья если бы мне кто-то сказал что на донышевской плотине есть такие судаки я скорее всего не поверил не поверил не потому что я там не доверяю людям или считаю там за всех фрунами я свойственно говорят что все рыбаки брехуны но я с этим не согласен я никогда не скажу если я не видел или не поймал мы ловим уже довольно такие продолжительное время поклевки вялые какие-то поклевки были пяток отбитые какие-то нюансы с зацепами постоянными в воду упал нога блин мокрая холодно но крайне вот этот вот судак был ну за кило от однозначно меня это весов я не могу там утверждать ну кило в нем есть железобетона сделал отметки на спиннинге поставил точку маркером я отмерю дома и напишу или в комментариях или грубо говоря может какой-то конкурс проведем не знаю судак плюл классическом месте для него пошел щек с дамбы течением классная шикарная классическая поклевка с хорошим ударом ну второй судак поклевки были судака щуки окуня были сходы но будем дальше продолжать возможно еще крупнее поймаем может возможно куда другую рыбу но я приятно удивлен это вторая хорошая рыба так что смотрим дальше поменяю такую же самую приманку можно будет поставить четверочку flipper grab новинку но пока стальной поводочек миниатюрненький стальная скруточка хорошая приманка electric shot мой любимый изи шайнер в электрик шаре об все и перемещаемся на поле боя еще раз покажу место место друзья характерный вытек бросаем максимально как это позволяет нам наш заброс и вариации проводок на течение приманку подносит и неудивительно что там стоит судак судак любит течение судак питается в принципе активнее чем окунь и щука и проводимая небольшими такими рывочками приманочка привлекла его внимание и удалось поймать я просто цель была сегодняшней моей рыбалки по сути щука ну окунь там не знаю то есть судака я не ожидал можно было поймать здесь кого-то карася белую рыбу но целенаправленно на днышах судак удивление нет предела кто-то сказал бы повторюсь еще раз просто-напросто мне поверил бы сказал бы что очередные какие-то надуманные истории рыбаков но факт подтверждается немножко стоит здесь поупираться саня ниже ловит щуку с окунем и тут тоже может эта рыба попасться и ну нет абсолютно исключений но в основном окунь и в основном опа друзья была классная поклевка рыба завела в камни и тут же оборвала снасть возможно даже какой-то реальный крупный ай-яй-яй-яй-яй-яй крупный судак капец о кстати поставим вот этот вот свет на который я поймал первого судачка сегодня как бы кто не критиковал кейтек за его мягкость за его не живучесть на крючках но он ловит он ловит и этого не отнять мягкость резины аминокислоты и соли которые внедрены состав данной резины ну японцы же скажем так буду банально далеко не глупые люди и не знают что нужно для того чтобы приманка была мягенькая она ловила она приносила вам эмоции рыбу результат то есть проходить именно до целый день намерзнуться и ничего не поймать ну как бы тоже не целесообразно а так получается приманки создаются рыбаками для рыбаков чтобы она могла вас порадовать и принести вам рыбку здесь есть 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 опа друзья хорошая еще одна рыба сменил приманку ой 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 еще один красавец кочегарище это какое-то безумие друзья я не знаю что это происходит вы посмотрите на этих кабанов вы посмотрите это вообще со мной и щедлите меня я не верю в происходящее сменил даже приманку на мелкую поставил его посмотрите на этого красавца сменил приманку поставил мелкую и поймал вот так вот друзья выглядит счастье это просто нет душа разрывается я хочу парать то здесь высшие высокие бетонные конструкции здесь эхо люди прибегут еще подумают какой-то сумасшедший красавец вот это я понимаю зимний спиннинг официальное открытие зимнего спиннинга о боже спасибо тебе за сегодняшний день поигрался со сменой приманками поигрался с навыками вязание поводком на обрывался уже честно сказать сбился за счета сколько раз сегодня обрывался ну наверно раз 8 9 это точно и и что сегодня я понял с данной рыбалки рыба есть рыба более-менее активно к ней можно подобрать ключик ну очень играет большую роль место вытек четвертого шлюза завыхление камни немножко играет роль в плюс нам на руку сила течения которая задает приманки определенную амплитудную игру что это значит вы делаете заброс приманку вашу немножко тягуном этим тянет и вы просто даже не подматывая чуть-чуть подыграете кончиком как рыбку которую несет мертвую по течению которая скажем так но как будто бьется в конвульсиях и на таком амплуа были поклевки был сход срез об камне шнура крупного какого-то судачка может уже больше килограмма поклевка держу рыбу резкий рывок под камни рыба сорвалась срезала ну и удалось поймать три судака в кадре поклевки сходы динамика ну просто сумасшедшая для декабря для такой погоды целый день какие-то свинцовые тучи над головой давление прыгает голова квадратность серьезно чувствую себя так себе но было какая-то чуечка в душе вот прям вот как-то должно что-то сегодня выстрелить ну подошел друзья санька и удалось ему поймать удалось ему поймать щучку ухана саня возьму красавчик я вам рассказывал очень магвак пробовал тоже кстати тут у меня был сход щучки тут у меня была красивенько ух ты шо в моем любимом свете подошел мой товарищ саша с которыми я приехал на рыбалку и сегодня у нас результат довольно таки неплохой саша поймал несколько щучек сход срез срез крупной рыбы щука полтора два килограмма наверно и несколько куньков ну рыбу которую я поймал судакова видели у нас еще есть порядка там получаса будем упираться пробовать возможно нам повезет и мы еще поймаем удастся что-то доловить есть друзья произошла поклевка и хорошая какая-то рыба непонятно а щучка не щучка уже четвертая рыба в нашем активе общаемся с сашей проводил аналогию где были поклевки судачком и поймался резвый карандашик easy шайнер 3 грамма розовый грузик и такая вот красотка красотка ушла друзья вот и подошла к логическому завершению наша саша рыбалка сказать что я довольна рыбалкой ничего не сказать я очень довольный и очень рад тем что в речке появился судак и первую очередь хочу обратиться к житомирянам и знаю вы меня смотрите я вас всех крепко люблю обнимаю но друзья ну отпускайте рыбу не забирайте домой больше нормы даже если вы забираете вот такую красивую рыбу поехать на речку половить в удовольствие отпустить но это дорогого стоит ну согласитесь поймалась сегодня у меня 4 рыбы которые я вам показал в кадре щучка грамм 400 500 3 судака один из которых ну я думаю далеко за килограмм два зачетных судака один маленький профиль до 12 хватило у него мощности поработать с рыбой на течении между камней и благодаря 0 8 ниточки пропитанным шнуром маслом зимний спиннинг он трудовой он сложный даже атаковать количество рыбы для зимы для данного периода и для данного места это колоссальный результат уж поверьте что тамиряне ну не соврут можете написать в комментариях половину шаг какая здесь рыба попадается как часто приходится обрываться перевязываться часто вообще с нулями люди уходят но тем не менее мы были на реке мы открыли зимний спиннинг хотелось бы еще сказать несколько слов по резине кейтэч он мягкий он часто сбивается с крючка он рвется но я сегодня всю рыбу и все количество поклевок заработал именно на эти приманки свимимбак и зишайнер фэтик 2.8 и ставил и рейнс и джакаловские некоторые приманки то есть взял с собой порядка 15 пачек но сработало то ли выход то ли время но если все это принять за общую какую-то теорию применению разные типы приманок разные цветовые решения помогут вам разобраться и поймать определенные как бы рыбы и заработать поклевки получить эмоции так что друзья как то так мы будем собираться попьем ща щейку и будем ехать уже домой подписываемся на канал в кадре был юрий вознюк и вы были на канале фаворит фишинг до встречи